Который раз широкая речка оправдывает свое название. Теперь в этом районе вдоль дорог текут ароматные черные потоки. Из берегов вышла канализация. Так что из люков фонтаном бьет содержимое коллекторов. Большая вода затопила подвалы десятка жилых домов по улице Соболева и Муранова. У некоторых добралась даже до ванных комнат. О причинах дурно пахнущего потопа Юлия Анашкина. Вот посмотрите, у нас уже рыбы плавают от такого потопа. Теперь это точно. Широкая речка. Половина микрорайона ушла под воду, причем вместе с домами. Их жалуются жители, похоже, топят грунтовые ручьи в перемешку с канализационными. Потому вся эта ситуация еще и пахнет дурно. То, что бежало по коллекторам, теперь стекает в подвалы. От этой воды, во-первых, насекомые, комары, мошки. Мы вообще задыхаемся, постоянно проветриваем. Это невыносимая влажность. Это же вредно для здоровья вообще. Так эта черная вода уже поднимается, выливается в ванну. Невозможно принимать душ и запах. Дома сидим, как в туалете. Наводнение здесь началось месяц назад, рассказывают местные. Вода просочилась в десяток домов. В некоторых подвалах она уже под потолок. Люди потеряли покой и сон, боятся, что от влажности здания могут разрушиться. В некоторых подвалах я в первый корпус ходила, уже крошка сыпется бетонная со стен. То есть мы считаем, что это нашим собственникам. Нам нанесены убытки таким вот не очень ответственным отношением к работе. И ложишься вечером спать и думаешь, что там в подвале у нас. Завтра проснемся, не проснемся. То есть это очень опасно. Черная вода и времена пришли не только в жилые дома, но и в госпитали по соседству. Потоп поставил в ступик автомобилистов. Дорогу окончательно размыло. Пешеходные дорожки, они повыше, а здесь вообще невозможно не ходить. Дорога и так плохая. А еще закрыто под водой? Не закрыто под водой, ни ям, ничего не видно. Приходится вплавь добираться практически. Источник бед горожан коммунальщики найти пока не могут. Это может быть и порыв трубы, и последствия дождей. Система водоотведения в районе несовершенна. Ливневки слишком узкие, с таким объемом справиться не в силах. Это же все одна линия. Оттуда жмет сюда. Поэтому здесь и вытекает. К тому же ситуацию усугубили новые автостоянки. Коммерсанты без согласования засыпали несколько коллекторов. Управляющие компании говорят, важно как можно быстрее установить причину наводнения, чтобы осушить широкую речку. Берутся пробы воды. Мы привлекли серьезную научную организацию. Научные сотрудники у нас работают. И мы выясняем, отрабатываем различные причины. Это может быть техногенное воздействие, то есть застройка территории. Это некорректная работа сетей. Мы пока не знаем каких. Тут множество сетей у нас и дренажные, и канализация, и водопровод, и отопление может быть где-то прорвано. Чтобы хоть как-то сбавить течение, рядом с домами коммунальщики прорыли небольшую канавку. Благодаря ей часть воды стекает в лес. Правда, пока таким способом удалось осушить только один дом. Жители тем временем молятся небесам, лишь бы дожди не начались раньше, чем их коммуникации отремонтируют. А это, похоже, случится лишь через несколько недель. Юлия Анашкина, Влад Клупаев. Новости 41-го канала.